В стране набирает силу штамм омикрон. Новый тип коронавируса распространился по всей стране. Суточные показатели резко растут. Об этом на заседании правительства сообщила министр здравоохранения Ажар Гениад. Как отметила министр, в мире продолжается рост заболеваемости, вызванные циркуляцией и распространением варианта омикрон. Вводятся дополнительные ограничительные меры. В Казахстане также стремительно распространяется омикрон. И сегодня вся страна, за исключением Туркестанской области, находится в красной зоне. Первые признаки заболевания – проявление простуды, как при гриппе и острых респираторных заболеваниях, то есть лихорадка, слабость, головная боль, кашель. По состоянию на сегодня 80% больных, то есть 78 629 больных, получают амбулаторное лечение. Среди случаев, выявленных за последнюю неделю, удельный вес госпитализированных составляет 19,5%. Летальность, по словам министра, за последний месяц снизилась в 2-2,5 раза. Тенденции к росту нет. Число пациентов, получающих лечение в стационарах, за последний месяц увеличилось в 2 раза. На амбулаторном уровне в 5 раз. Мы предполагали, что такое произойдет. Главное, чтобы эпидемиологическая ситуация во всех регионах находилась под строгим контролем. В двух столицах, в Шимкенте, Атараусской, Туркестанской, Алматинской, Казалардинской и Мангосталской областях темпы ревакцинации не улучшились. Значит, акимы неправильно подходят к этому вопросу. Поэтому указанные регионы должны ускорить эту работу. Лекарств в стране достаточно. Имеется двумесячный запас из 38 наименований препаратов. Они предназначены для 60 тысяч пациентов. Министр здравоохранения уверяет, что недостатка в вакцинах не будет. Вскоре будут дополнительно закуплены Казвак, Синофарм и Пфайзер. Валихан Толгатов, Жамбул Ньюс.